Катон, Тазьм, Катон. Сначала разрешу вас всех поприветствовать. Спасибо, что решили встретиться к этому, на мой взгляд, очень интересному, естественно, полезному марафону для утрозрабонщиков. У нас с вами впереди полтора суток нормальной, очень серьезной работы по созданию положения для Тазьм. Я думаю, большинство из вас, по крайней мере, прочитали, в чем идея Катона. В другое слова, это действительно некий марафон для разработчиков. Вам дается время, в нашем случае это время до 16.00 завтрашнего дня, который вы должны создать действующее перелоприн. Оцениваться будут, соответственно, те предложения, которые вы создаете. В принципе, режим у нас достаточно свободен. То есть, есть несколько точек, которые действительно будут контролироваться. Это к 13 до 12 часам. То есть, через полтора часа все группы должны определиться с тем, какие проекты они делают. И суметь эти проекты представить. Что такое представление проекта? Абсолютно неформальное представление. Хотите использовать свайлы, пожалуйста, подключать и представлять с использованием проекта. Хотите просто выйти и рассказать про свой проект, и, так сказать, получить возможные вопросы, может быть, не вопросы. То есть, задача просто, чтобы идея вашего проекта стало понятно, как членов жюри, так и вашим, так сказать, запеянцам. Соответственно, вот это вот время, час с 12 до часа, оно зарезервировано как раз под эту задачу. В настоящий момент у нас зарегистрировано 14 проектов, и, думаю, я выведу чуть-чуть похожий список людей. У нас еще порядка 10 человек, которые не определились с теми проекта. Пожалуйста, в ближайшие полтора часа определить эти поскольку через полтора часа уже поменять проект будет нельзя. Дальше еще одна контрольная точка. У нас с вами в 6 часов вечера. И это представление прогресса по реализации проекта. Для представления прогресса, на самом деле, очень рекомендуем использовать Twitter и регулярно делать посты в Twitter, именно информировав о том, какой текущий проект. То есть, если у вас есть какие-то интересные новости или что-то, что случается, пожалуйста, используйте это по стандарту. По крайней мере, для членов жюри на вот этом этапе оценки специально-прогрессового проекта, то это очень поможет, если вы не только в этот час, что-то скажете, а и по ходу дня будете говорить. Остальное время, собственно говоря, до 16.00 завтрашнего дня это свободная проработка. Здесь у нас есть 5 человек, которые встанем помогать. К сожалению, несколько еще обеспечивают подвоз нам питания, но они будут чуть-чуть похоже. То есть, к первому брейку клюшки снова будут доступны, и, соответственно, у нас будет больше денег, которые встанем вам помогают. Садитесь спокойно группами. Зал большой, можно использовать все углы, чтобы вы друг другу не мешали. Если нужна помощь, соответственно, обращайтесь за помощью. Один практический вопрос, который у меня и есть, он касается того, вот этого перерыва. Вообще, по правилам картонов, бывает, что картоны проводят в режиме нон-стоп, бывает, что расходятся на поспать. Есть желающие участвовать в картоне нон-стоп, то есть продолжать разработку ночью? Хорошо. Тогда желающие смогут участвовать ночью, и, соответственно, в 9-30 мы просто завтра переходим на данную группу эту аудиторию. Так, теперь по призовому фонду и по правилам оценки. Ну, первое, по правилам оценки три основных критерия, которые принимаются в приоценке Шрайника, это законченность приложения, вы можете, зависит от того, на сколько оно закончено, получить 10 до 10 баллов. И мы очень рекомендуем, чтобы приложение было максимально закончено, поскольку, при этом, даже равные баллы в приеме, впрочем, равных, эти баллы сейчас дают небольшой плюс. Второе, это реализационная сложность и общая интересность функционала вашего момента, опять же, вы можете слушать до 10 баллов, ну и качество для визуального оформления третьей категории. Призовой фонд у нас подразумевает три места. Победители, команда победителей первого места получает 35 тысяч рублей, командами второе место 20 тысяч, и третье место 10 тысяч. При этом, каждая команда еще получит и по девайсу ТАЗИ для дальнейшей разработки. Ну и мы очень рекомендуем всем командам, не только турителям, но и всем участникам командам, принять участие в мировом конкурсе, там тоже очень-очень-очень хороший призовой фонд, сроки его до конца, то, что вы делаете, имеет все шансы еще получения приз и на том конкурсе. Ваша победа и участие в этом конкурсе, то есть в никаком случае не является препятствием для подачи, например, той же самой заявки на мировой фонд. Скорее наоборот, это только плачеряль. Хорошо, тогда спасибо, начинаем работу. И, походу, напоминаю, что если кто-то забыл вписать свое отчество или же готов уже вписать, команда готова вписать нормальный проект, пожалуйста, проходите, не надо дождаться 12 часов.